Вот этому университету я отдал 10 лет своей жизни, столько для него сделал в научном плане, учебной деятельности, а теперь меня не пускают даже на порог. Павел Трегуб называет себя персона нон-грата в медуниверситете. Аспирант, президентский стипендиат, теперь о науке лишь мечтает. Причина тому, по его мнению, немилости нового ректора Игоря Салдана, в который он попал после высказываний в соцсети о задержках стипендий. После, говорит, его исключили из совета молодых ученых, сорвали исследования, не взяли на работу. Хотя по официальной версии ВУЗа Павел сам не явился на заседание кадровой комиссии. Два месяца в приемной сидел с этими заявлениями. Заведующий написал шесть рапортов ректору, просился к нему на прием, чтобы он принял по моему вопросу, чтобы меня трудоустроили вовремя и мне сохранили стипендию. Ректор всячески препятствовал этому, ушел на отказ. Все эти люди, администрация, они все это видели и вчера они открыто эту клевету выражали. О судьбе молодого ученого в Крае узнали после публикации в СМИ его научного руководителя Владимира Куликова. Он сетовал на то, что в Медвузе кафедру клинической патофизиологии объединяют с другой. Из-за этого, по мнению преподавателя, пострадает подведомственный ему научный процесс. Тут же в сети появилась петиция за отставку Игоря Салдана, которая сейчас набрала более 1400 голосов. Ректора обвиняют в увольнениях профессоров, выселении студентов из общежития и слияние кафедр. Теперь стипендии уменьшились на 50%, поскольку якобы получателей стало больше. Урологию, травматологию и офтальмологию объединили в специализированную хирургическую кафедру. Это как? Благодаря таким действиям ректора под угрозой наука и обучения, здравоохранения, здоровья людей. Появилась и другая петиция в поддержку политики ректора. Сейчас там 2107 голосов, которые набрались буквально за один день. Накануне для ознакомления с содержанием петиции провели экстренное собрание, на котором объяснили решение вузовской администрации и призвали не верить якобы клевете. «Правком студентов призывает все студенчество нашего университета, поддержает нашего вектора Илья Петровича Солданова. И тот курс вуза, выбранный курс развития нашего университета, о котором уже многое было сказано. Поэтому я надеюсь, активисты вы с нами? Я не слышу». Сейчас студенты предпочитают открыто не говорить о своем отношении к ситуации вокруг родного вуза. Профессор Владимир Куликов, оставшийся без кафедры, сейчас на больничном и с журналистами общаться отказывается. Впрочем, ректор вуза Игорь Солдан комментариев не дает. Ну а недавняя гордость вуза Павел Трегуб борется с обидным прозвищем «вдохновителя» антиректорской политики. Анастасия Дороган, Александр Морозов, Николай Шелко. Наши новости.